Сегодняшний выпуск открытой политики будет целиком посвящен политике. И если ваша рука уже потянулась к отключению от нашего канала, то не торопитесь. На самом деле, сегодня в передаче будет очень много интересного. Мы расскажем о том, как политики, например, голыми руками убивают своих избирателей. Мы расскажем о том, как политики устраивают стрельбу средь бела дня в центре Уфы. А еще расскажем о том, что, например, два горсовета крупных башкирских городов рискуют остаться без депутатов. Но главная тема дня – это, конечно же, Куштау. И горы у нас – это тоже теперь политика. Собственно, 15-16 августа – годовщина тех событий, которые случились в прошлом году в 2020-м на горе Куштау, когда народ поднялся и отстоял гору, не позволив промышленникам и руководству Республики Башкортостан уничтожить эту природную святыню и геологический феномен. В общем, Куштау не отдали Хабирову и БСК, и теперь мы пытаемся осмыслить, что же вообще все это значило для нас и что это будет значить в дальнейшем для Башкирии и ее народа. Во-первых, очевидно, что события на Куштау 2020 года – это не только экологический протест, это не только спасение горы от промышленников и подкупленных ими чиновников, это, безусловно, некий акт возрождающегося самосознания населения и народа. Одним из важнейших итогов событий на Куштау является то, что объединились люди разных конфессий, разных национальностей, разных, на самом деле, даже политических взглядов, но при этом они объединились вокруг одной общей идеи, одной общей задачи, понимая, что у них общий противник – общий враг. Безусловно, вот это важнейший итог августовских событий 2020 года на горе Куштау. Ну и важнейшим итогом тех событий стало то, что, наверное, более внятно и понятно объяснить населению сущность команды Хабирова и вот этой новой власти в Башкирии, наверное, было бы трудно. То, как Хабиров и его ближайшее окружение на тот момент яростно отрицали возможность сохранения Куштау, всячески притесняли и, в том числе, силовым способом пытались воздействовать на тех, кто не согласен с их концепцией, и как быстро, мгновенно, практически, в течение нескольких часов они изменили свою точку зрения. Вот это должно нам объяснять сущность этой власти. К сожалению, выводы печальные. Действительно, мы видим не команду созидания, а команду какого-то, извините, раздербанивания. Ну и еще одним важным выводом из этих событий стало понимание федерального центра сущности ради Хабирова и его окружения. Тот факт, что Путин был вынужден вмешаться в ситуацию, причем вмешаться в нее оперативно, кардинально, взять управление в свои руки и сделать так, как он сделал. Этот факт говорит о том, что федералы поставили крест на самостоятельности ради Хабирова. Они понимают, что нынешний губернатор Башкортостана не может решить серьезных задач, не может найти консенсуса ни с обществом, ни с крупным капиталом, и ему нужна помощь. Ну вот такой помощью стало вмешательство президента Российской Федерации, принятие решения о национализации БСК и так далее, и так далее. Мы, конечно, с иронией наблюдаем сейчас попытки некоторых подпевал и защитников ради Хабирова. Выставить всю ситуацию в ином свете, там всякие Дусалиевы, Бреслеры воспевают мудрое решение Хабирова, никакого мудрого решения Хабирова на самом деле не было. Хабиров по щелчку, по звонку отправился тогда в дождь договариваться с протестующими о том, чтобы протест прекратился, потому что в Кремле обеспокоились масштабами происходящего, они прекрасно понимали, чем это может закончиться, и вот этому вот тормозящему губернатору была дана команда срочно садиться в машину и мчаться на гору. И никак иначе. Выставлять это в виде мудрого решения Хабирова, который буквально накануне еще с пеной у рта доказывал, что мудрое решение это разработать Куштау, конечно, не получается. Ну а вся свора, которая была вокруг, за редким исключением, уже канула в лето, потому что ни Рустема Басырова, ни Мурзагулова мы сейчас уже, к счастью, не видим на Олимпе и в политическом пространстве республики, все они на помойке истории, ну и это, собственно, закономерно. Существует и вопрос о том, что нам делать с этим 15-16 августа, надо ли делать это национальным праздником. Я думаю, что этот процесс должен пройти как-то самостоятельно и естественным путем. Уверен, что Хабиров не будет учреждать в этот день День народного единства Башкортостана. Однако внутри населения, внутри людей, понимающих, что происходит, будет формироваться некий имидж этих дней и, безусловно, они останутся в памяти народа, соответственно, как-то вот само собой это случится. Ну, возможно, следующая администрация, которая придет к управлению в республике, каким-то образом этот день зафиксирует в календаре. Совершенно дикая история произошла не так давно в городе Мелиузе. Многие, наверное, слышали об этом, но не знают деталей. Мы сегодня можем более или менее подробно поговорить о этой страшной истории. Это некий фильм ужасов. Если бы это было фильмом, на самом деле, к сожалению, это реальность нашей и политической, и социальной картины. Собственно, что случилось? 5 августа в городе Мелиузе случилось убийство. Как предполагает сейчас следствие, я подчеркиваю, как предполагает следствие, депутат Мелиузовского городского совета, коммунист Александр Котелевский, пока по невыясненным причинам насмерть забил инвалида и мастера по производству сувениров из кожи и дерева, Ильфата Тухтаева. 38-летний Ильфат Тухтаев изготавливал, по версии следствия, для Котелевского некие сувениры для свадьбы. Свадьба должна была состояться 7 августа, и вот 5 августа господин Котелевский прибыл инспектировать, как идут работы. Дело было вечером. Судя по всему, и убиенный, и злодей распивали алкогольные напитки. Дальше неизвестно, потому что на следующий день Котелевский был обнаружен весь в крови своей жертвы, спящим рядом с трупом. Полицию он пугал тем, что он депутат, и он неприкосновенен, как Ленин. Коммунист буянил его, тем не менее, задержали, арестовали, и сейчас он по решению суда находится под стражей. В ближайшие два месяца будет идти следствие. Собственно, на прошедшей неделе меня многие упрекали, что при обсуждении этой страшной, жуткой истории, я все время упоминал о том, что Котелевский это коммунист и депутат горсовета Мельуза от КПРФ. Дескать, не надо смешивать всех коммунистов в кучу, и одна там белая ворона или там черный лебедь, это вам не вся партия. Но, понимаете ли, вот в чем дело. Котелевский вовсе не рядовой коммунист и вовсе не просто там член какой-нибудь первичной организации, которому случайно дали партийный билет. Котелевский лучший из лучших среди КПРФ и коммунистов Башкирии. Судя по фотографиям, которые содержатся в его аккаунтах в социальных сетях, ну он близок не только к руководству регионального отделения КПРФ, он вообще на короткой ноге и с Зюгановым, и с Ющенко, и с прочими-прочими тузами КПРФ федерального масштаба, соответственно говорить о том, что вот этот господин Котелевский какой-то там случайный коммунист никак не получается. Кроме всего прочего, для меня лично и субъективно, очевидно, что КПРФ это наследник КПСС. Той самой кровавой партии, которая миллионами в 20 веке убивала наших соотечественников и своих собственных соотечественников. Речь идет о кровавых преступниках и лидерах этой партии, я имею в виду КПСС, КПСС, Сталине, Берии, Ежове и прочих палачах. Но в таком случае выстраивается совершенно логическая цепочка. Именно Котелевского должны были отобрать в элиту этой партии, исходя из того, что она наследует принципам КПСС. Так что нет, дорогие мои, разделять депутата Милюзовского горсовета, коммуниста Котелевского и предполагаемого убийцу и злодея Котелевского никак не получается. А в контексте приближающихся выборов я бы хотел, чтобы граждане, которые запутавшись в выборе и предположениях, за кого бы им голосовать, тыкают пальцем в привычный красный флаг и говорят, да, мне наплевать на все, буду голосовать за коммунистов. Задумайтесь, пожалуйста, о том, каким принципом руководствуется КПРФ, формируя свой депутатский корпус, каким принципом вообще руководствуется КПРФ, ведя свою политику, если у нас перед глазами вот такие вот яркие примеры, когда депутаты-коммунисты вдруг оказываются предполагаемыми кровавыми убийцами. Как известно, наиболее неистово и безбашенно отмечают военные и воинские праздники именно те, кто никогда не служил в армии. Ну, именно так случилось с нашим любимым персонажем Саша Сидиакин. 30 июля на церемонии открытия памятника воинам-десантникам Саша Сидиакин внезапно открыл огонь из пулемета Калашникова, слава богу, в воздух. Впоследствии он утверждал, что пулемет был холостым, но, как говорится, пока следствие этого не установило. Судя по всему, внутренний Саша Сидиакин, понимая свою маскулинную ничтожность, какими-то вот этими вот способами, достаточно опасными теперь уже способами, пытается доказывать свою сущность или свою несуществующую сущность. Он то в Антарктиду отправится, то на Эверест взберется. Вот теперь, значит, решил палить из пулемета Калашникова прямо в центре миллионного города. Это, собственно, не все отнеслись к этому с должной иронией или пониманием. Некоторые стали задавать вопросы. В частности, уже написано обращение в прокуратуру и следственный комитет с просьбой дать оценку законности применения оружия в месте массового скопления людей. Насколько это было в рамках законодательства, насколько Саша Сидиакин имел право открывать огонь из пулемета Калашникова в парке. В общем, посмотрим, что ответят правоохранительные органы, потому что, ну, это уже совсем где-то за гранью. Я боюсь предположить, что еще придет Саша в голову, когда и если вот эта выходка сойдет ему с рук. Ну, собственно, за Сидиакина, я так понимаю, взялись всерьез. На прошедшей неделе был не только вот этот запрос по поводу стрельбы из пулемета, но депутат Государственной Думы впервые в истории Башкортостана, современного Башкортостана, обратился к генеральному прокурору Российской Федерации и руководителю Следственного комитета Российской Федерации с требованием подвергнуть тщательной проверке административную и хозяйственную деятельность господина Сидиакина на предмет наличия конфликта интересов, на предмет наличия незаконного введения бизнеса. В общем, депутатский запрос именно на эту тему, и это вам не шутки, и повторюсь, это впервые. В отношении высшего чиновника Республики Башкортостан поступает подобный запрос от депутата Государственной Думы. Очень странная интрига разворачивается в двух крупных башкирских городах, и я говорю о Бирске и Белорецке. Оба эти города рискуют остаться без городских советов. Но прежде чем я расскажу, как это случится и почему существует такая угроза, мы немножко сделаем отступление и схематически очертим избирательную систему, которая существует сейчас в Российской Федерации. В принципе, любые и все выборы в России проходят по трем возможным сценариям. Первый – это только одномандатные выборы, то есть когда депутат, вернее, кандидат в депутаты заявляется лично на выборы, там проходят все формальности и процедуры, и за него голосуют или не голосуют. Второй вариант – это партийный список, когда партия выдвигает свой список по территории, где происходят выборы, и там происходят выборы, и, соответственно, потом пропорционально партия или получает мандаты, или не получает их. И третий вариант – это смешанный, когда выдвигаются половина депутатов по одномандатному принципу и половина по списку партий. Так вот, в ближайший сентябрь выборы в городские советы должны пройти не только в Уфе, но и в Бирске, и в Белорецке. И там заявлена только одномандатная схема выборов. Однако, внезапно выяснилось, что городские советы Бирска и Белорецка должны избираться по смешанной схеме. Дело в том, что по закону о выборах Республики Башкортостан те муниципалитеты, в которых более 19 депутатов должны применять смешанную схему выборов. В Бирске и в Белорецке 20 депутатов городских советов. Очевидно, что 19 и 20 – это разные цифры. Каким образом получилось так, что заявлена только одномандатная схема, совершенно непонятно. На данный момент в суд подан иск о признании незаконном вот этих схем выборов в Бирске и Белорецке. И если суд примет, по сути, единственное правильное решение об отмене выборов в сентябре, вот это будет, конечно, скандал и прецедент. Бирск и Белорецк останутся без законно избранных представителей, потому что у ныне существующих депутатов городских советов закончится полномочия. Перевыставить депутатов, кандидатов в депутаты, уже к 19 сентября по процедуре не получается, не успевают. Соответственно, я не знаю, какое решение будет приниматься. Тут, конечно, вопрос, примет ли суд еще правильное решение, не будут ли искать лазейку. Хотя на самом деле здесь вот, ну, абсолютный пад. Невозможно объяснить, почему Белорецк и Бирск заявили вот эту схему выборов. Ну, кроме там каких-то совершенно клинических объяснений, либо криминальных. Но главный вопрос. У меня возникает компетенция глав этих городов, глав районов окружающих, эти города, которые, безусловно, тоже принимают участие в формировании политической повестки. Ну и, конечно, вопросы к Илоне Макаренко. И вопросы у меня, простите, профессионального характера. Вопросы к их квалификации. Вы что, совсем законы не читаете, что ли? Вы не понимаете принципа приоритета регионального закона над муниципальным законодательством? Что-то здесь не то творится. Опять преподносимая, как гений юриспруденции, очередной гений, после Радио Фаритовича номер второй, это Илона Макаренко, как-то очень некрасиво оказалась сидящей в луже собственного незнания законов. И как-то вообще это становится уже систематически. Если у нас вот такой руководитель ЦИК, который не может на уровне небольших городков организовать выборы и правильно объяснить им схему, по которой они должны действовать, то что же у нас будет здесь в Башкирии? Ну, вообще, семейство Макаренко, конечно, все больше и больше нас разочаровывает. Судя по всему, у них только бывший муж Илоны Макаренко был на самом деле юристом, а остальные так себе только вышли покурить. Ну, я это делаю из личного опыта, потому что сынуля Илоны Макаренко как-то раз даже попробовал составить иск в отношении меня для подачи его в суд, и у него ничего не получилось. Пришлось переписывать, суд вернул обратно. В общем, какая-то семья двоечников. Вернемся к выборам. Действительно, это тревожно. Если люди с такими компетенциями управляют Центрозбиркомом региона, то, ну, как говорится, что нам ждать теперь от выборов в Государственную Думу, и что нам ждать, как бы, в контексте законности и правильности проведения этих выборов, у меня, честно говоря, очень грустные и тревожные предположения. Очень развеселил меня на прошедшей неделе городоначальник Уфы, господин Греков. Нет, ничего он такого особого не сделал. Греков просто взял и ушел на 40 дней в отпуск. Уйти в отпуск в разгар ремонтного сезона, уйти в отпуск в разгар предвыборного сезона мэру миллионного города, послушайте, но подобного вообще не было. Кроме всего прочего, я не понял, а господин Греков, он от чего устал-то вообще, что ушел в отпуск? Он еще у нас тут без года недели работает в своей должности, и уже вот так вот яростно устал, что ушел в отпуск, скажем, на 40 дней. Ну, официально это все объясняется якобы тем, что он возглавляет городской исполком партии «Единая Россия». Ну, на самом деле ничего не стоило в Рио назначить какого-нибудь там заместителя, и все было бы хорошо. Но Греков, судя по всему, предпочел бежать или прятать голову в песок. Ну, в этом, собственно, наверное, вся его сущность. Потому что, например, его непосредственный начальник Ради Хабиров, который и руководитель регионального исполкома «Единая Россия», и действующий кандидат депутата Государственной Думы по списку номер один и прочее, он категорически со своей должности не уходит ни в отпуск никуда, продолжает руководить. Ну, собственно, здесь ядросы и Греков, и Хабиров продемонстрировали нам очередной раз наличие вот этих вот двойных стандартов и двойных подходов. Если надо Грекову уйти, он уходит, потому что он, дескать, там на должности состоит, а Хабирову, например, хоть он и состоит там на должности и на должностях, и в партии, и на выборах, все равно уходить не будет. Ну, собственно, что, мы разве к этому не привыкли? Годовщина на этой неделе не только у событий на Куштау, но на этой неделе еще исполняется, и уже исполнилось, 4 года каналу «Открытая политика». Позволю себе подвести некие промежуточные итоги, что мы сделали за эти 4 года в цифрах, в количестве и в качестве. 553 ролика вышло на нашем канале, из которых 324 – это регулярные выпуски, а 229 – спецвыпуски и прочие дополнительные эфиры. На данный момент у нас свыше 28 600 подписчиков, 7 650 000 раз посмотрели наши зрители наш канал, и совокупно зрители провели у экранов с «Открытой политикой» аж целый 1 миллион и 100 тысяч часов, что в сумме составляет целые 125 лет. Ну, я радуюсь, пытаюсь гордиться, пытаюсь разделить с вами интерес к нашему каналу. Ну, во-первых, спасибо всем, кто нас поддерживал так или иначе. Спасибо всем, кто нас смотрит, кто нас спонсирует, кто лайкает и расшаривает наш канал. Напомню, что у нас есть теперь, вот с недавнего времени появилась вот эта функция «Спонсировать», и вы можете выбрать для себя один из трех вариантов поддержки нашего канала регулярный раз в месяц. Перечисление нам там от 100 рублей до 1000 рублей, то есть там как бы варианты есть. Мы благодарны вообще всем за любое участие в судьбе нашего канала. Мы передаем привет всем тем, кому нам удалось помочь за эти 4 года, а помогли мы многим людям, показывая ситуации, опубличивая какие-то конфликты, какие-то трудные ситуации, в которые попадают люди, группы людей, организации или еще что-то. То есть, конечно, это связь взаимная. Ну и лучшим подарком к нашему юбилею будет то, что вы подпишетесь наконец на наш канал, а половина наших зрителей не подписана, то, что вы станете нашим спонсором, то, что вы поставите лайк, сделайте что-нибудь, не поленитесь, порадуйте каналу «Открытая политика» исполняется 4 года. Кратко анонсирую наши планы на ближайшее время. У меня сегодня будет два анонса. Первый – это то, что мы будем снимать сегодня же, но покажем, наверное, завтра. События, которые происходят вокруг партии «Справедливая Россия», вокруг конференции, которая будет проходить сегодня в Уфе. Это очень интересное событие с точки зрения того, что на конференции будут происходить неожиданные и очень важные события, которые будут связаны не только с самой партией, но и с надвигающимися выборами. Поверьте мне, события будут действительно очень необычными. Я давно собирался снять выпуск про Павла Качкаева, и вот теперь появился для этого повод. Действительно, Павел Рюрикович – заметная фигура на политическом Олимпе. Третий раз пытается стать депутатом Государственной Думы. В 2011 году он избрался в Госдуму, в 2016 году он избрался в Госдуму, и вот в 2021 году он опять в третий раз решил избраться в Госдуму. Судя по всему, Павел Рюрикович решил навечно остаться в Москве, в Государственной Думе Российской Федерации, присматривает себе местечко в Кремлевской стене. Но давайте не будем шутить, я получил ответ от господина Качкаева на тему отопления в Уфе. Этот вопрос беспокоит нас всех, и я задал несколько вопросов депутату Качкаеву, человеку, имеющему непосредственное отношение к коммунальной системе города Уфы. И вот, получив этот ответ, я как раз на базе этого письма, оно большое, трехстраничное, подробное, сниму передачку о самом Качкаеве. Пора это сделать, фигуры неординарные, в третий раз ломится в Государственную Думу. Так что давайте оценим, что для нас сделал полезного за два периода в Государственной Думе Павел Качкаев, какое наследие оставил он нам как мэр, и нужен ли он нам теперь снова в Государственной Думе. Редактор субтитров А.Семкин